МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А сегодня эта музыка добралась до нас. С музыкой встречайте через пару минут Валентина Шкандыбина, этномузыканта, мастера этнических музыкальных инструментов. И Валентин, и музыка, и слова, все будет народное. А сейчас еще и о приметах народных поговорим. 22 марта. В народном календаре эта дата получила название Сороки. На нее приходилась вторая встреча весны. Крестьяне выходили кликать весну. Этот обряд сопровождался песнями-веснянками. Также в этот день из овсяной или ржаной муки пекли фигурки жаворонков из 40 шариков орехов и по одному бросали их на улицу, тем самым прогоняя морозы. Согласно приметам, если 22 марта на улице тепло, то следующие 40 дней будут теплыми, а если холодно, то холодными. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я только в транс начал ходить. Друзья, и вот так бывает. У нас в гостях Валентин Шкандымин, этномузыкант, мастер этнических музыкальных инструментов. Сразу, как говорится, с музыкой. Валентин, доброе утро. Всем доброго утра. У нас загипнотизировали. И это только начало. Кстати, давайте начнем все-таки с повода для нашей встречи. Валентин, потому что вы, кстати, мы буквально на днях обсуждали, вы очень часто были, в последнее время как-то редко приходите, но тем не менее повод-то есть. 21 марта вчера был день старинной музыки. Мы вас с этим поздравляем, с прошедшим праздником. Спасибо вам. Насколько вообще музыка старинная может называться таковой? Насколько эти инструменты уже что-то прошлое? Или все-таки у них вторая жизнь существует сейчас? Но если говорить об их истории, то инструменты очень древние. И вот инструмент, на котором я только что играл, который вас вводил в транс, это инструмент, называющийся диджериду. Диджериду? Диджериду, да. Инструмент австралийских аборигенов, и ему очень много тысяч лет. Ну, не конкретно этому, это свежее древо. Да, посвежее будет. А Валентин, как ввел меня в состояние транса, так и не вывел. А вообще, эта музыка, она ведь действительно влияет на психику, на подсознание, или это только со мной работает? Ну, если с вами это работает, значит, это работает со всеми. Да, это трансовый инструмент, и можно сказать, что это инструмент шаманских практик. Выходите, друзья, выходите из этого состояния, потому что у нас много всего здесь в студии. Но я хотел бы все-таки не переходить на что-то конкретный опрос, спросить, как давно вы поняли, что это то, чем сейчас хочется жить? То есть после чего произошло, и сколько времени назад совершилось? Началось все с 2008 года, когда я купил флейту, и меня потянуло в музыку. Мне тогда было 23. И постепенно у меня начала образовываться коллекция. Коллекция разных инструментов, разных народов и разных времен. И с 2008 года я начал делать такие музыкальные инструменты, которые вот перед вами лежат. Они называются флейты окарины. Ну, в основном, кстати, я обратил внимание, в основном у вас что-то именно духовое, да? То есть все, что связано с дыханием, с, не знаю, там, с напряжением каких-то вот именно лицевых мышц, это помогает как-то сохранить, кстати, у вас вот тело в форме в определенной? Или это у вас природное, а это с остальной никак не связано? Кинетика. Эти инструменты, конечно же, они способствуют и оздоровлению, и настройке нашего правильного дыхания. Потому что здесь включается обязательно диафрагма. И эти инструменты помогают также еще решать психологические вопросы. Потому что это самовыражение через музыку, через звук. И когда я обучаю учеников, я, в первую очередь, даю им вот это состояние, ощущение музыки внутри. И я обучаю, в первую очередь, импровизации. Ну, кстати, вот Ирина, она вообще не настроена на дыхание какое-то все остальное. Она выбрала себе самый, ну, как нам показалось, элементарный для изучения. Я подумала сначала, что это маракасе, но потом... А это оказалось... Можно использовать как маракасе. Ну, открыл секрет, я хочу сейчас буквально пару секунд тишины, хочу, чтобы вы послушали этот звук. Если ничего не слышно, то там дождь. Ну, это как звуки дождя, да, получается? Этот инструмент называется посох дождя. То есть даже название такое? Тоже очень древний инструмент. И он сделан мною, собственно, ручно. Там внутри бисер. Посох дождя. Какова его цель? Если здесь, может быть, ну, понятно, ввести в состояние... Если говорить о том, как и для чего он был сделан изначально, но считалось, что при помощи этого инструмента можно было вызывать дождь. А то есть сейчас у нас в студии может закапать. Возможно, он уже не делает. И это не потому что протекает спеша. Потому что вы уже много его... Валентина, можете еще сыграть на чем-нибудь? Столько всего интересного. Мне вот эта вот штучка нравится. Она тоже звенит а-ля как маракас. Простит меня, посох дождя. Это что такое? Это перкуссия. Это перкуссия. Я так и подумала. Просто такая вот шерстная перкуссия. Ну что, в конце концов? Ну, на самом деле, вы же изначально обратили внимание на пока еще название такое там флейты. А оно какое-то сложное название. Вот это большой флейт, который возле вашей левой ноги лежит на столе. Вот это... Это тоже окарина. Это тоже окарина. Окарина может быть разных размеров и разных форм. Похоже на хобот слона. Я как человек творческий... Да, это, кстати, может быть и на хоботы, а может быть и на рок. А может быть еще на морскую раковину какую-то улитку. Ну что это мы, собственно говоря, не в те степи. Как говорится, воля фантазии может нарисовать все, что угодно. Я в своих инструментах стараюсь реализовывать, в первую очередь, чтобы это было, конечно же, эргономично и удобно держалось в руках, чтобы пальцем было удобно закрывать, и чтобы это было красиво. Сограй, держите. Конечно, конечно. А вы можете подыгрывать посохам дождя. Только не этим, да. Капля дождя упала на ветку сакуры. Свадьбы, корпоративы, юбилей. Здесь у вас разные свадьбы и странные корпоративы. Вот такой шум. Шикарно. Потрясающе. У вас, Валентин, была еще одна штука. Подождите, подождите. Мы не доберемся, просто сейчас пошутила, а мне хочется задать вопрос Валентину. А где это применяется? Я имею в виду, что вы сейчас здесь у нас в студии, вы, возможно, дома медитируете. Где-то вы демонстрируете это творчество, где-то оно востребовано. То есть просят для вас, грубо говоря, Валентина, придите на день города Гукова, сыграйте. Есть такая вот история? Да, меня приглашают. Я играю в концерты, и я очень много занимаюсь еще с детьми. Я делаю, точнее, я играю для детей концерты, и они не просто вот дети пришли и слушают. Ну что вы все про трансы? Я делаю развивающие детские концерты, в которых я стараюсь донести до детей и до их родителей о том, что музыка это просто. Я учу их каким-то простым ритмом, я показываю различные приемы, и уже в течение концерта, вот он идет там час-полтора, у нас получается целый оркестр, в котором дети, маленькие дети, они берут барабаны, они берут шейкеры, но у меня большая коллекция инструментов, из этого всего получается красивая музыка. Покажите ту маленькую штучку. Я забыла, как она называется. Варган. Как, как? Варган. Вот, вот сыграйте на ней тоже что-то потрясающее. Варган, только В. Да, Варган. Ну, у него множество названий, одно из них это Варган. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ты все со своим дождем. Вот, как дождя уникальная, универсальная вещь. Беру вас в группу. Слушайте, времени, спасибо, кстати, что заберете от меня. Времени у нас не так много, а хочется, чтобы, во-первых, вы нам подарили подарок, потому что, друзья, я сейчас не выпрашиваю, просто Валентин Пшослов, у меня для вас подарок. Мы не можем этого избежать. Где подарок? Какой подарок? Древнейший инструмент. Много-много тысяч лет этому инструменту. И, как, может быть, кто-то уже догадался, этот инструмент называется свистулька. Я на нем сейчас наиграю, я покажу, как это звучит. Вы можете, знаете, что мне помочь? Вот сейчас как с детьми я занимаюсь, так и с вами мы что-то сделаем. Раз, два, раз, два. Можно ножкой притопывать, чтобы видно. Я схватываю на лету. АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова